При слове «Арктика» сразу же представляются бескрайние ледяные просторы, трескучий мороз, суровый ледовитый океан. Одним словом, романтика. И вся эта заполярная экзотика нуждается в изучении, освоении и эффективном использовании ресурсов. В 1998 году правительство приняло федеральную целевую программу «Мировой океан», в которой 30% как раз и составило подпрограмму освоение и использование Арктики. За пять последних лет на эти цели планировалось потратить около полутора миллиардов рублей, но кое-что сделать так и не удалось. Невыполнение бюджетных назначений в проверяемом периоде связано в основном с неисполнением обязательств исполнителям по государственным контрактам, заключенным в Минприрода России в рамках реализации мероприятий подпрограммы. Из-за этого был расторгнут контракт на 62 миллиона рублей, по которому должны были провести научно-исследовательскую работу по оценке накопленного экологического ущерба в Арктической зоне. А еще почти 20 миллионов были возвращены в бюджет, так как у Минприроды возникли претензии к утилизации более 3000 тонн различного мусора и отходов на Шпицбергене. По итогам завершения в 2013 году федеральной целевой программы «Мировой океан», Минприрода России не обеспечила выполнение целевого индикатора, позволяющего оценить степень реализации одной из основных задач, поставленных в рамках подпрограммы по очистке Арктической зоны Российской Федерации и районов российского присутствия на архипелаге Шпицберген от загрязнения. Сейчас там работает только наш трест «Арктикуголь», который давно собираются закрыть из-за нерентабельности. Однако, чтобы это сделать, вначале надо наладить на архипелаге какую-нибудь другую экономическую деятельность, чтобы сохранить исконное российское присутствие на Шпицбергене. В 2011-2012 годах в правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген не был решен вопрос выделения земельного участка под строительство производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов. Поэтому соответствующее мероприятие государственного заказчика «Росрыболовство» не реализовывалось. Таким образом, в целом проверкой счетной палаты установлено отсутствие должной координации со стороны Минэкономразвития госзаказчиков при освоении и использовании Арктики. А это значит, что предстоит улучшить эффективность управления этим процессом, чтобы этот суровый край земли не потерял своей романтичности.